Друзья, приветствую! Виталий из Янау прислал образцы масла Татнефт Танека премиум ультра эко синт 530 среднезольное масло c3 так вот так оно выглядит две баночки свежая отработка судя по цвету свежую я бы сказал что здесь 90 процентную гарантии что здесь есть пау описание автомобиля это этого года джили тугела двухлитровым турбомотором 238 сил режим эксплуатации сама канистра 20-литровая данного масла так и сейчас подпишу и можно приступать к созданию эталона давайте посмотрим что намерит прибор ну и потом проверю отработку так вот такая спектрограмма видимо горбик сейчас увеличу посмотрим что там такое смотрите интересно и два пика четких значит и стеры и здесь от двух с я бы сказал может быть даже до трех процентов и салицилаты еще больше количество так далее сейчас посмотрим что намерит прибор 72 процента противоизносных присадок это такой уровень мобилы 1 esp видно что это c3 масло наличие стеров видите дало некоторое завышение кислотного 208 прибор намерил я на опыте уже 1 и 8 поставил там расчетными методами пользуюсь и со щелочным приборным 5 и 6 с учетом разницы гостов это должно быть 7 и 1 вот сам производитель заявляет 6 то здесь даже побольше чем заявляет производитель хотя лаба у р.ц. намерила если память не изменяет 8 и 5 но если это какая-то не ошибка лабы то скорее всего партия немного отличается так значит отработка вот описание 5 и 6 объем масляной системы 13 практически с половиной тысяч общий пробег автомобиля пробег на масле 8000 километров 80 процентов это трасса газпромовская 95 топлива и владелец добавляет промывку очищающую лавр лн 2134 так противоизносных присадках в отработке 80 процентов хороший уровень гликоли 4 десятые я думаю что это как раз лавр себя проявляет однозначно мое мнение такое так нитрование окисление пока еще в зеленой зоне все сажи три сотых ну честно говоря для такой скорости высокой я думаю как заявляет владелец по верхней границе но ничего страшного здесь вообще не вижу средний уровень но мне кажется обычно на высоких скоростях чуть чуть пониже сажа может я ошибаюсь так кислотная 254 подросло на всего на 074 да хорошо держится масло и щелочной 42 просадка на 1 и 4 всего отлично отлично масло работает так сейчас покажу вам сравнение вязкости ну да здесь вот папа по виду я бы точно сказал что есть право здесь не знаю в каком соотношении но похоже что да так давайте посмотрим до двигатель прямой впрыск смотрите дает конечно прямой впрыск разжижение капитальное причем здесь нельзя говорить о какой-то загаженности мотора или форсунок здесь есть что есть 58 процентов из 100 процентов разжижения да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления сейчас покажу вам прогноз ресурсах сожалению средней скорости моточасов нет но и смотрите что по ресурсу мощи нейтрализующие свойства четырнадцать тысяч двести километров не трава не оксида азота 13 половиной примерно тысяч и вязкость 13 800 по по ней трава не у масла приехала ну здесь учитывать то что новый мотор я бы сказал что это особенность какая-то то ли настройки то ли смеси образования хотя нельзя исключать что так повлиял лавр то есть владелец знает что такой прямой впрыск я так понимаю и на восьми тысячах он каждый 4000 добавлял вот промывку очищающую клапана и камеру сгорания лавр лн-2134 до перестраховывая чтобы не образовывалась какая-то там борода вот ну это может быть конечно перебор на такой скорости не должно по идее ничего там образовываться такого но тем не менее выбор владельца я думаю что он наверное лучше знает до данные по щелочному есть в описании к видео там ссылочка на на сайт производителей и там есть технический паспорт отсканированы ну что можно сказать на мой взгляд масло очень хорошо отработала крепенькая такое были намешано там все что вообще нашли на производстве и в округе ну и при таких как бы начальных данных достаточно таких слабых там 5 и 6 щелочной 1,8 кислотная то есть и кислотно достаточно высокое щелочное низкая но масло очень отлично держится меньше единицы просела на 8000 километров а 8000 ну я так примерно оценивал я думаю что здесь однозначно больше 40 средняя скорость потому что владелец он прохватывает до 160 километров в час вот я думаю что где то даже наверное ближе к 45 средняя скорость вот такое масло благодарю виталия за предоставленные образцы и поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующем видео пока